Каждый человек думает по-своему, поступает по-своему, разнесняет себя. Я уже как-то подумал, что тема плагиат, аргументы, факты исчерпана. То есть я рассказал человеку, что такое плагиат. Это не моя формулировка, взята из того же многоуважаемого интернета. Что такое творчество, я рассказал. Плюс я там рассказал, откуда у меня там деньги, откуда там все это взялось. И какое состояние на данный момент. Пенсионер. Вот. Нет. Опять. 35. Пишут то же самое. Плагиат. То есть человек не прислушивается к тому, что я ответил, разъяснил. Опять, значит, у тех-то взяли. И опять-таки обогатились. Ну нафиг обогатился, вот знаете, вот обогатился и все. Я вот понял такое, что у человека что-то, что-то по жизни не сложилось. И получилось примерно как пословица. Не беда, что своя корова сдохла. Плохо, что у соседа жива. То есть что-то не сложилось у человека. И вот он видит, у которого что-то там сложилось, что-то получилось. В материальном отношении я не считаю. Если бы у меня в материальном отношении, ну, он говорит, получилось, и возможно, ничем бы этим не занимался. Это хорошо. Потому что есть какой-то стимул. Заниматься. А не просто, знаете, вот. Да хотя бы и дальше так. Заработав деньги, это можно все было просадить, прокутить и сказать, о, жизнь была. Я же поступил совсем по-другому. Ну ладно. А то я начинаю, так сказать, растекаться по древу. Вы можете почитать мой ответ этому человеку. И я, вот, не зря называется плагиат, аргументы, факты. Значит, я рассказал, что такое плагиат, что такое творчество. Я привел аргументы и факты. Этот человек, обвиняя меня, ни фактов, ни аргументов не приводит. Вот просто говорит и так далее. Поэтому, ну, как бы сказать, загадывая на будущее уже, или заглядывая на будущее, я вот хочу обратиться ко всем подобным людям. Если вы обвиняете меня там в воровстве, что я украл что-то там такое, приводите, вот, смотрите, автор такой-то отрывок, и это же у вас, вот, то же самое. И за это вы, вот, используя этого автора, получаете деньги. И я отвечу, этот отрывок взять для того, чтобы его дальше разработать, раскрыть, показать. Либо же действительно я просто-напросто украл и никого не ставил в известность, вот, вот, вставил. И далее. Если этот человек, который меня обвиняет в воровстве, в том, что я наживаюсь, не приведет никаких вот таких вот фактов, фактов нету, аргументов, я его просто-напросто удалю. И в дальнейшем буду просто-напросто удалять с канала особо даже не разбираясь. Почему? Потому что это мой частный канал. Вы на него пришли. Вы пришли ко мне в гости. Вы можете там что-то взять полезное, что-то там мне там сказать, порекомендовать. Но когда вот так вот говорят тебе, что ты чужое украл и на этом наживаешься, это хозяину, естественно, не понравится. Поэтому я просто-напросто буду удалять. Так, что-то еще хотел сказать. А почему я это говорю? В смысле, почему я говорю? Некоторым не нравится, что вот такие видео появляются. Позвольте. Это блог. Что такое блог? Ну-ка, забьем-ка в Google. Блог это или блогер? Ну, сначала блог. Блог это... Вот, блог. Мужской род. Ну, сайт, на котором есть лента новостей одного человека, личная страничка в интернете. То есть, моя. Далее, блог. Интернет-журнал событий, интернет-дневник. Вот это вот более понятно. Интернет-журнал событий, интернет-дневник. То есть, что вот в моей жизни происходит в общении с вами, то я и выкладываю, разъясняю, поясняю. И я хочу, в первую очередь, быть вам понятен. И самому себе понятен. И не врать самому себе, чтобы меня не коробило. Потому что, если человек сам себе врет, а знает, что он это делает, у него уже там непорядок. В его, говорит, сознании, естественно, это отражается на все сферы его личной жизни. И я хочу быть понятным и вам, почему я делаю то или иное. Не из-за того, что я там жалуюсь или еще что-то там хочу, то там о вас. Я просто рассказываю, вот оно событие. Я его решаю вот таким вот образом. Приведет человек или кто-либо другой факты, аргументы, вот, мол, значит, будем разбираться. Не приведет, значит, это просто оговор называется. И я его буду удалять. Все, на этом заканчиваю. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо Про. Доброго здоровья и до новых встреч!